Трагическая страница в истории польского Гданьска. Там во время благотворительного концерта напали с ножом на мэра. Несколько часов Павла Адамовича пытались спасти врачи, жители города сдавали кровь, но политик умер, не приходя в сознание. По всей стране люди вышли на молчаливые акции протеста против разжигания ненависти в обществе. По одной из версий, к нападению могло привести обострение политической борьбы в стране после прихода к власти консерваторов. Аналитики и вовсе утверждают убийство Адамовича предупреждение всей Европе. Подробности в материале Юлия Нев. Это произошло вечером 13 января в Гданьске, буквально через несколько минут после того, как мэр города Павел Адамович произнес речь на благотворительном концерте «Большой оркестр праздничной помощи». В эту минуту все ждали салюты и лазерное шоу, но на сцену выбежал мужчина с ножом и нанес мэру три удара. Один раз рядом с сердцем, два в брюшную полость. При этом нападавший успел выхватить у кого-то из рук микрофон и перед многотысячной толпой заявить о том, что сделал это из мести. Он кричал со сцены, что был ошибочно отправлен в тюрьму предыдущим правительством Польши во главе с партией «Гражданская платформа», которой ранее принадлежал градоначальник. И только после этого охрана выскочила на сцену и повалила человека с ножом на пол. Сбегать после нападения преступник не собирался. Это 27-летний житель Гданьска, ранее получивший пять с половиной лет тюрьмы за четыре ограбления банков. Он вышел на свободу в декабре. Впоследствии суд арестовал его на три месяца. В качестве наказания нападавшему грозит пожизненное заключение. Сам подозреваемый приехал в столицу, потому что, как он сам объяснил, хотел сделать что-то большое, о чем будет говорить весь мир. Ранее мужчина планировал покушение в Варшаве. В частности, он хотел пробраться в президентский дворец. После того, как его план нападения в польской столице провалился, злоумышленник вернулся в родной Гданьск. В МВД Польши позже сообщили, что у нападавшего выявлены проблемы с психикой. За жизнедомовича боролись медики. У польского мэра были повреждены сердце и органы брюшной полости. После нападения он перенес пятичасовую операцию, в ходе которой ему была перелита 41 порция крови. Возле пунктов сбора крови в Гданьске выстроились очереди. Несмотря на старания врачей, в понедельник он умер. Жители, дежурящие у госпиталя, не скрывали слез. Огромный боль. Это огромная боль. Всю ночь я не спала. Меня очень опечалила эта новость. Незамедлительно последовала и реакция европолитиков. Мы получили сообщение о смерти мэра Гданьска. Все, кто его знал, будут помнить его как самоотверженного и преданного своему делу человека. К сожалению, мы должны снова оплакивать жертв радикализации и насилия в Европе. Европейский парламент будет продолжать неустанно бороться с терроризмом и насилием любого рода. Я хотел бы выразить от имени парламента наши соболезнования его семье, его родственникам и всем жителям Гданьска. После того, как мэр Гданьска Павел Адамович скончался в больнице от ножевых ранений, тысячи поляков вышли на траурные акции в разных городах страны. На траурную церемонию в Гданьске прибыл председатель Евросовета Дональд Туск, который сам родился в этом городе. Он пообещал защищать Польшу и Европу и остановить ненависть. Сегодня я хочу пообещать Богу, народу Гданьска, полякам и европейцам, что мы будем защищать наш Гданьск, нашу Польшу и нашу Европу, чтобы ненависть не победила. Мы остановим ее. Также акцию посетил бывший лидер страны Илья Хваленса. Убитый мэр был в рядах его партии «Солидарность». Только слабый человек может совершить такой отвратительный поступок. В том, что это произошло, виновата система. Павел останется навсегда моим другом. Убийство Павла Адамовича на глазах у зрителей благотворительного концерта задело всех. К зданию мэрии в старом городе Гданьска пришли несколько тысяч человек. Они принесли свечи. Митинги памяти прошли также в Познане, Кракове, Варшаве. Мой сын, возвратившись из бассейна, спросил, знаю ли я о трагедии. Он очень эмоционально воспринял эту новость. В Варшаве 15, 16 и 17 января был объявлен трехдневный траур. В пятницу тысячи людей собрались возле Европейского центра солидарности в Гданьске, чтобы принять участие в поминальном шествии. Люди держали в руках флаги и лампадки. В память о Адамовиче процессия прошла по центральным улицам города. Попрощаться с мэром приходили целыми семьями. Похоронили мэра в базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии. Для тех, кто не смог попасть в базилику, где проходила похоронная церемония, в разных местах города установили экраны. Организаторы церемонии прощения с убитым мэром Гданьска Павлом Адамовичем попросили не переносить на его похороны цветы и свечи. Деньги, которые могли бы быть потрачены на них, они предложили пустить на благотворительность в качестве пожертвований нуждающимся. Посольство Польши в Беларуси откроет книгу соболезнований в связи с гибелью мэра Гданьска. Слова скорби можно будет оставить в понедельник. Юлия Нев, Вокруг планеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова